И к другим темам. По прогнозу ВОЗ, к 2030 году около 25 миллионов человек в мире погибнут от сердечно-сосудистых заболеваний. Но сегодня это главная причина смерти на всех континентах. 250 тысяч казахстанцев уже столкнулись с проблемами и заболеваниями сердца. Для кардинального решения проблемы Казахстан намерен вдвое увеличить количество квот для инновационного метода лечения. Полина Чехичина о том, что подразумевается под словом «инновационный». Почти половина всех операций в Алматы проводится на сердце. Пациенты с аритмией, ишемической болезнью или перенесшие инсульт имеют все шансы на выздоровление, причем совершенно бесплатно, благодаря инновациям в медицине. Алматинец Оспан Жапаров после сердечного приступа в 2004-м выучил название всех кардиопрепаратов и, не получив результата, наконец решился лечь на операционный стол. Завтра мне сделают операцию с помощью новейшего оборудования. В предсердии установят специальное устройство «Оклюдер». Это должно избавить меня от аритмии и тромбов в сердце. Такие же проблемы мучают около 250 тысяч казахстанцев. В будущем году число квот для инновационного лечения этих недугов собираются увеличить вдвое. В Казахстане не так много медицинских учреждений, которые проводят данные операции. Такие операции проводятся в городе Астана и в городе Алматы. Мы в Институте кардиологии и внутренних болезней начали проводить данные операции с 2014 года. На сегодняшний день имплантировано более 20 оклюдеров в ушко левого предсердия. Еще один новейший метод лечения — криоблация. Его применяют при аритмии, в частности при таком ее виде, как фибрилляция предсердий. Так звучит диагноз, который три года назад поставили этому молодому пациенту. Сейчас без вскрытия грудной клетки через сосуды врачи замораживают ненужные ткани в сердце больного. Здесь путем раздутия баллона в сердце и достижением низкой температуры происходит воздействие на клетки, эктопические клетки и убирается очага ритмии. НИИ кардиологии и внутренних болезней за прошлый год провел до полутора тысяч успешных операций. Но сердечники — не единственные больные, кому помогут вернуть здоровье инновационные методики. Сегодня на подведение итогов работы медучреждений были озвучены и другие цифры. Продолжается активное инновационное развитие городского здравоохранения. Внедрено 135 методик высокоспециализированной медицинской помощи из 182 используемых по всей республике. Удельный вес высокоспециализированной помощи возрос до 2,4%, и это не предел. Это свыше 4000 сложных операций за год. Освоение сложнейших операций с применением новых технологий — это своеобразная марка качества, свидетельство того, что медицина в стране на должном уровне. Снижение смертности среди алматинцев на 3% за прошедший год подтверждает, что система движется в верном направлении.